Доброе утро, уважаемые трейдеры! Сегодня мы вновь поговорим о важных событиях в мире, которые могут повлиять или уже повлияли на рынок. И вчера состоялось заседание Федеральной резервной системы США, на котором, как и ожидалось, было принято решение о сохранении ключевой процентной ставки на уровне 0,25%. А также были сохранены ежемесячные объемы покупки облигаций на уровне 120 миллиардов долларов США. Председатель Федеральной резервной системы Джерем Пауэлл и его коллеги повысили свою оценку экономики США, но заявили, что они еще не готовы рассмотреть вопрос о сокращении поддержки. Предположения об ужесточении монетарной политики не оправдались. Отсюда мы видим рост стоимости доходности казначейских облигаций и снижение курса американского доллара. Тем не менее, доллар США частично восстановился в начале сегодняшней торговой сессии. Европейская валюта достигла максимума с конца февраля на 1,2148 после преодоления сопротивления на линии тренда около 1,2114. Прорыв может сделать целью для быков 1,2196 или даже 1,2242. ФРС ведет достаточно осторожную политику в отношении нормализации денежно-кредитной политики. Низкие процентные ставки на фоне улучшения состояния мировой экономики и экономики США могут привести к дальнейшему снижению доллара. Даже опережение экономики США нанесло удар по доллару, так как увеличило импорт и дефицит внешней торговли до рекордных максимумов в марте. Это также может ослабить любую реакцию на позитивные данные по ВВП США в первом квартале, который выйдет уже сегодня. Ожидается, что годовые данные по ВВП США покажут рост на 6,5%, а мягкая позиция ФРС резко контрастировала с Банком Канады, который уже начал сокращение покупок активов, в результате чего канадский доллар укрепился до наиболее высокого уровня за три года против доллара США на 1,2287. Ну, а мы переходим далее. Что касается пары евро-доллар, то можно выделить пять основных причин роста пары евро-доллар к семинедельным максимумам. И первое, это ФРС не пошла на поводу у рынков, заявив, что время обсуждать сворачивание стимулов еще не настало. Вторая причина, это доходность 10-летних гособлигаций Германии достигла двухмесячных максимумов. Третья причина, участники рынка ожидают сильных показателей по рынку труда Германии и доверию в еврозоне. Четвертое, до следующего заседания ФРС еще семь недель и власти еврозоны успеют смягчить карантин до того, как Центробанк США заговорит об ужесточении политики. Ну и пятая причина, пробой важного технического уровня. Федеральная резервная система не оправдала ожиданий, что привело к распродаже доллара по отношению ко всем ведущим валютам. И эта слабость подтолкнула пару евро-доллар почти к двухмесячному максимуму. Сегодня ждем статистику по безработице и инфляции за апрель из Германии. А во второй половине дня торговые сессии, простите, выйдут данные по безработице и ВВП США. Ну а ночью была опубликована статистика по экспорту, импорту и торговому балансу Новой Зеландии. Общий торговый баланс Новой Зеландии снизился до 33 миллионов долларов в марте. Однако экспорт и импорт показали рост и способствовали продолжению роста новозеландской валюты. Новозеландец может продолжить укрепляться, но условия перекупленности предполагают, что 0,7310 вероятно вне досягаемости. И рассматривается поддержка на 0,7255 и после нее уже 0,7230. Фьючерсы на нефть в среду выросли до наиболее высокого уровня. Закрытие за 6 недель после того, как страны ОПЕК плюс сохранили план постепенного смягчения ограничений на добычу. Да, в сигнал об уверенности в перспективе спроса на черное золото, несмотря на рост числа случаев ковид в Индии. Цены продолжили рост после того, как данные США показали небольшое увеличение запасов нефти и бензина на прошлой неделе, вместе с данными, показывающими существенный рост спроса на бензин по сравнению с прошлым годом. Запасы нефти в США на прошлой неделе, по данным, выросли на 100 тысяч баррелей. В ближайшей перспективе мы ожидаем продолжения восходящего тренда по черному золоту. Ну, а на этом у нас все, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.